Друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и писать комментарии. Это очень меня радует. Вам не сложно, а мне приятно. Всем заранее спасибо. Друзья, хочу порекомендовать вам канал автора данной истории. Здесь он озвучивает свои же авторские истории. Никаких баянов из интернета на его канале вы не услышите. Канал еще относительно молодой, но он активно пополняется новыми страшилками. Ребят, если вы заинтересовались, переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на его канал. На тот момент я учился в колледже в другом городе. Где снимал комнату в квартире, где помимо меня жил еще мужик лет 40. В один из будних дней я, как обычно, пришел на пары. Зашел в аудиторию и сел за парту рядом со своей подругой. «Привет, Ника», — сказал я. «Ну что, посмотрела тот фильм? Как тебе?» «Привет, да нормально», — сказала она с улыбкой, глядя на меня. Этот разговор я вряд ли бы запомнил, если бы не одна деталь. Ника вдруг резко дернула правой щекой. От этого движения ее глаз будто подмигнул мне. «Что такое?» — спросил я. «Кольнуло что-то?» «Ты о чем?» — она непонимающе взглянула на меня, а через секунду широко улыбнулась, обнажив зубы. После этого она, как ни в чем не бывало, дальше смотрела на меня, ожидая ответа. Это произошло настолько быстро, что я в прямом смысле мог не заметить этого, если бы в тот момент моргнул. «Ты что делаешь?» «Ничего не делаю». В ее голосе промелькнули нотки раздражения. «Я не пойму, о чем ты?» «У тебя глаз дернулся, и ты очень быстро улыбнулась сейчас. Зачем?» «Не смешно». Ника отвернулась от меня и начала рыться у себя в сумке. «Я серьезно», — сказал я. «Просто это странно. Ну ладно». Через минуту прозвенел звонок, и началась пора. Преподаватель объяснял что-то, рисуя схемы на доске. И тут его свободная рука резко дернулась. Он продолжил, не обращая на это внимания. «Я посмотрел на Нику и на остальных. Они будто не заметили этого». Преподаватель тем временем начал рассказывать нам какую-то историю из жизни, отойдя от темы урока. Во время того, как он говорил, он вдруг резко открыл рот и глаза настолько широко, насколько это возможно, и через миг после этого его лицо приняло привычный вид. Я с удивлением смотрел на него, и через некоторое время он опять на мгновение скорчил это лицо, продолжив что-то говорить после этого, будто ничего и не было. Я огляделся и посмотрел на всех сидящих в аудитории. Никто не подавал виду, что произошло что-то необычное, пусть даже и такое незначительное и кратковременное. «Что это с ним?» – шепотом спросил я Нику, так как видел, что она смотрела прямо на него и должна была это заметить. «А что с ним?» «Как он еще рот не порвал от такого?» «А опять начинаешь?» Она разозлилась на меня. «Ты уже надоел!» Больше я не пытался спрашивать ее об этих странностях, но за время, проведенное в этот день в колледже, замечал такое еще несколько раз у разных людей. К сожалению, кроме меня, на это никто не хотел обращать внимания. После того, как пары кончились, я попрощался с Никой и другими одногруппниками и пошел на свою съемную квартиру. По пути я встретил женщину, идущую куда-то по своим делам, которая во время ходьбы резко дернулась в сторону и спокойно пошла дальше. Я начал думать о том, что могло быть причиной всех этих вещей. «Может, это болезнь?» – подумал я. «Вроде эпилепсии или синдрома Туретта». Это показалось мне наиболее логичным объяснением. Когда я пришел на квартиру и зашел в свою комнату, я начал искать в интернете о подобных случаях. Однако, найти что-то похожее я не смог. И вот, я уже готовился к тому, чтобы ложиться спать. Как услышал, что мужик, проживающий в соседней комнате, что-то моет на кухне. «Ну и пусть себе моет», – подумал я, и постарался уснуть. Но сон никак не шел. Мысли об этих странных, дерганных движениях не давали мне покоя. Я ворочался уже где-то часа полтора, и все это время из кухни раздавались звуки, бегущей в раковине воды и каких-то полосканий. «Что там так долго можно намывать?» – подумал я, тихо встал и подошел к двери из комнаты. Не открывая ее, я прислушался к тому, что там происходит. По звукам было похоже, что он набирает в кружку воды и выливает в раковину. Набирает и выливает. Постоянно, без остановки. «Ну мало ли, чем он там мог засрать свою кружку?» – подумал я. И решил, что скоро он закончит дымывать посуду и пойдет спать. Но заканчивать он, похоже, не собирался. Прошло еще минут пятнадцать. И за это время он ни разу не замешкался, пока занимался этим делом. «Что-то тут не так», – подумал я и открыл дверь из комнаты. В этот момент вода сразу же перестала течь. Все звуки стихли, и наступила полная тишина. Я стоял на месте и думал, стоит ли крикнуть ему что-нибудь или нет. Спустя полминуты я услышал, как на кухне со скрипом открылся шкаф для посуды, а через секунду захлопнулся. Снова открылся и захлопнулся. Это повторялось снова и снова. «Хорош дверцами хлопать!» – закричал я, не понимая, что этот мужик творит. В голове была мысль, что он напился до беспамятства, но я в этом очень сомневался. «А, это ты?» – раздался его голос в кухне. Он прозвучал вполне трезво и нормально. «Ты уже дома, да?» Я начал было успокаиваться, подумал, что у него там свои дела. Но последний вопрос меня немного насторожил. «А где мне еще быть ночью?» – спросил я, не выходя из комнаты. «Мне завтра на пары, а ты тут шумишь, дверьми хлопаешь». «А, это ты?» – услышал я его голос с точно такой же интонацией. «Ты уже дома, да?» Мне стало совсем не по себе. Страх начал нарастать. «Тебя заело, что ли?» – сказал я, надеясь услышать хоть какой-нибудь другой ответ. «А, это ты?» – услышал я его голос. После чего из кухни раздались шаги. Я махом закрыл дверь и пододвинул к ней кровать. «Что за хрень?» – прошептал я и сел на кровать. Я думал, возможно, стоит позвонить в полицию или в скорую. Решил, что если он начнет буянить, то я сразу же позвоню. Из коридора раздались шаги, звуки которых прекратились возле двери в комнату. Затем шаги начали отдаляться от меня и затихли где-то на кухне. Потом снова приближаться. Он ходил туда-сюда от кухни до комнаты без остановки. Я начал ломать голову над тем, что вообще происходит и что мне делать в этой ситуации. Когда он в очередной раз подошел к двери, я ожидал услышать, как он идет назад. Но тут раздался громкий удар в двери. От неожиданности я вскочил с кровати. «Твою мать!» – непроизвольно сказал я. Последовал еще один громкий удар, а затем еще один. Я достал телефон и начал звонить в полицию. «Отделение полиции. Что у вас случилось?» Сказали на том конце. «Сосед по комнате неадекватно себя ведет и пытается меня убить. Мне нужна помощь. Приезжайте скорее!» «Диктуйте свой адрес!» Услышал я спокойный голос и сразу же сказал им, где я нахожусь. «Что у вас случилось?» Внезапно сказали на том конце. «Отделение полиции. Что?» Я не верил своим ушам. «Я же говорю!» «Мне нужна помощь!» Отделение полиции. Раздался монотонный ответ. «Что у вас случилось?» В этот момент вместо одного стука в дверь прозвучало сразу несколько, которые произошли настолько быстро, что казалось, даже отбойный молоток работает медленнее. От этого деревянная дверь затрещала и потрескалась. Я отошел от двери к окну и подумал, что могу спрыгнуть вниз, так как здесь только второй этаж. Последовала еще одна серия слишком быстрых ударов, от которых в двери образовалась щель. Спустя пару секунд мой сосед уже пролез в эту щель и стоял у кровати в моей комнате. «Уже дома, да?» Сказал он все те же слова. И на его лице на миг появилась большая широкая улыбка, которая тут же исчезла. Я кинул в него свой телефон, но промахнулся. Он должен был пролететь мимо, но рука соседа резко дернулась в сторону и почти незаметным движением поймала телефон. Я спрыгнул в открытое окно со второго этажа и приземлился на землю, но не слишком удачно. Я разбил себе нос, ударившись им о свою ногу. В тот момент это меня совсем не волновало. Я поднялся на ноги и посмотрел в окно, из которого выпрыгнул. Там никого не было. Я быстро пошел вдоль улицы. В моей голове постоянно всплывали вопросы. Куда теперь бежать? А если все люди такие? И что теперь делать? На дороге я увидел машину, которая должна была проехать мимо меня. Выбежав на проезжую часть, я начал махать руками и кричать. Автомобиль проехал мимо, но затормозил. Дверь открылась. Оттуда выглянул мужик лет тридцати и крикнул мне. Садись быстрее! Я быстро подбежал, открыл переднюю дверь и сел рядом с ним, захлопнув за собой двери. Меня пытались убить. Поехали быстрее! Нервно сказал я. Спокойно. Мужик внимательно посмотрел на меня. Только без паники. Мы поехали вперед по безлюдной улице. Вокруг не было ни людей, ни других машин. Значит, ты тоже от них удрал? Спросил меня водитель, не отрывая взгляда от дороги. Да, ответил я. Что это такое? Что произошло с этими людьми? Пока не знаю. Задумчиво ответил он. Возможно, какой-то вирус или еще что-то. Ты видел, как они двигаются? Как они говорят и ведут себя? Да, жуткое зрелище. Я не об этом. Он посмотрел на меня и снова сосредоточился на дороге. Сначала они начинают слегка дергаться, но сами этого не замечают. Потом их речь становится очень странной. Знаешь, как будто на автомате. Как если ты сильно занят каким-то делом, тебе задают разные вопросы, а ты, не задумываясь, отвечаешь. Да, конечно, хорошо. А сам даже и не знаешь, о чем тебя спрашивали. Вот и тут так же. Они говорят одни и те же фразы, неосознанно повторяя их в ответ на любой твой вопрос. Мой собеседник ненадолго замолчал, а потом продолжил. И все действия они совершают, будто на автомате. Могут проделывать одно и то же по многу раз. Но я заметил, что они пытаются при этом сделать еще кое-что. Убить других. Я вспомнил, как сосед разломал деревянную дверь несколькими ударами. Могу дать гарантию, что я бы никак не смог сломать эту дверь, если бы захотел. Водитель продолжал. Я видел, как один из них вонзил нож в нормального человека. Со стороны кажется, будто рука резко дернулась. Ну, знаешь, как когда прикасаешься к горячей сковородке. Но тут это не совсем так. Дернулась, может, и так же. Но точно не случайно. Нож вошел прямиком в глаз. А тот, кто это сделал, спокойно пошел ко мне, как будто ничего и не было. Не знаю, что это за хрень делает их такими. Но все они пытаются убить нормальных людей. Вон, смотри, стоит, похоже, один из них. Водитель показал пальцем на человека впереди, который стоял на обочине. Его голова время от времени дергалась. Когда мы проезжали мимо него, он вдруг резко дернул рукой. Камень, пробивший боковое стекло, попал водителю в голову. После чего тот упал на руль. Нас начало заносить в сторону. От неожиданности я не сразу понял, что мы вот-вот врежемся. Я постарался повернуть руль. Но было поздно. И машина, протаранив небольшой забор, заехала на газон и застряла колесом в яме. Водитель был без сознания, а возможно, даже мертв. Я выбрался из машины и увидел, что в мою сторону, в темноте, идет фигура человека. Под словом «идет» я подразумевал то, что вместо шагов он совершал какие-то дерганные движения, мотаясь из стороны в сторону. Увидев это, я побежал прочь оттуда, закрывая голову руками, потому что думал, что в меня тоже сейчас прилетит камень. Я бежал настолько быстро, насколько мог, и увидел открытый подвал одного дома. Решив спрятаться там, я забежал внутрь и прислушался. Кроме моего тяжелого дыхания, ничего больше не было слышно. Одна из комнат была приоткрыта. Я зашел туда и нашарил рукой выключатель. Зажегся свет, осветив грязное пыльное помещение. Я захлопнул за собой дверь, закрыв ее на щеколду. Наверное, кто-то открыл этот подвал, а потом из-за событий, происходящих сейчас в нашем городе, убежал отсюда. Я начал осматриваться в поисках предметов для самообороны. Столько событий произошло, а я еще и не спал. От этого мои мысли стали путаться. Я старался сосредоточиться на поиске возможного оружия, но моя голова сильно болела. Мне нужно было отдохнуть. Я сел и попробовал сконцентрироваться на поиске, но мне очень сильно хотелось спать. Это нормально, когда мысли путаются, если долго не спишь. «Эй, тут есть кто-нибудь?» Услышал я голос из-за двери. В этот момент я задумался совсем о другом, поэтому как-то на автомате ответил. «Да, сейчас открою». Я был полностью сосредоточен на мыслях о том, что теперь делать, поэтому сам не заметил, как начал открывать двери. Так же, как и не заметил, что повторил человеку за дверью. «Сейчас открою». Я обрадовался, когда понял, что наконец нашел оружие для самообороны. Посмотрев на свои руки, я обнаружил, что держу в руке топор. «Теперь я могу защищаться». Пронеслось у меня в голове, и я улыбнулся. В этот момент я решил, что странно улыбаться в такой ситуации, и резко убрал улыбку со своего лица. А потом моя рука вдруг сама по себе дернулась.